всем большой привет ребята на связи алина и онлайн школа умскул я готовлю к егэ по географии уже седьмой год и за это время выпустила более 700 высокобайлингов помимо этого youtube канала на который я рекомендую подписаться так как здесь каждую неделю выходят полезные видео для подготовки к экзамену по географии я также очень активно веду свой открытый телеграм-канал который называется географ и глобус обязательно на него подписывайтесь ссылочку можно найти в описании к этому видео либо найти его через поиск и там вы можете найти полезный пост со всеми полезными файлами для подготовки сейчас с полезными видео по заданиям и по отдельной теории и конечно же именно в этом телеграм-канале в течение года я буду выкладывать всю важную информацию например здесь в этом посте вы можете найти файл со всеми терминами вы можете найти файл со всеми типами заданий первой части что значительно облегчит вам подготовку но это видео будет посвящено просто потрясающей возможности о которой я считаю должен знать каждый десятиклассник это про сдачу егэ в десятом классе мы поговорим о том зачем и как сдать экзамены в десятом классе на самом деле помимо географии после десятого класса можно сдать русский язык и базовую математику все три предмета вы сдать в десятом классе не можете максимальное количество предметов которые можно сдавать после десятого класса это два предмета и часто ребята выбирают географию или базовую математику что для этого нужно то есть какие есть условия не все так просто первое это отсутствие академических долгов то есть двоек за прошлые годы учебы но мне кажется мне эта ситуация представляется достаточно сложный то есть если вас перевели в 10 класс то скорее всего у вас нет двоек за прошлые годы учебы и полное освоение школьной программы по предмету который предстоит сдавать это значит что вы должны окончить курс изучения географии то есть ее не должно быть у вас в одиннадцатом классе именно поэтому не во всех школах реально сдать егэ по географии в десятом классе потому что у кого-то может там оставаться один час в неделю географии например в одиннадцатом классе поэтому это важно узнать у классного руководителя у заучу школьного учителя по географии следующее но кстати во многих школах особенно если у вас профильный класс географии может не быть вообще даже в десятом классе такие истории слышу ты не совсем но мне кажется правильно именно со стороны федерального федеральных стандартов но тем не менее такое бывает поэтому посмотрите на свое расписание на свою программу для чего вообще это нужно почему я рекомендую пользоваться этой возможности я сама хотела очень сильно в свое время сдать егэ по географии в десятом классе для того чтобы разгрузить завершающий школа год школьного обучения то есть разгрузить 11 классным спойлер мне не разрешили потому что у меня была география в единственном классе это очень сильно повлияет на то что вы снизите себе нагрузку то есть представьте самое минимальное количество предметов которые вы будете сдавать после 11 классе это три предмета например география плюс русский язык он обязательный никуда не деться и ну допустим математика математика профиль или база тоже обязательно то есть какую-то математику надо сдать допустим профиль то есть вам в одиннадцатом классе нужно подготовиться к трем предметам но при этом вы можете сдать географию в десятом то есть у вас в одиннадцатом классе на подготовку останется два предмета а часто раздают не три предмета часто сдают четыре предмета то есть представим у вас есть еще общество знания и вот нам весь одиннадцатый класс нужно готовиться к четырём предметам это намного сложнее чем к двум электро и поэтому сдать и география в десятом классе это очень большой вклад в ваш завершающий год обучения и ваш результат то есть смотрите здесь вы готовитесь к четырем предметам наверняка какой-то предмет будет получать меньше внимания значит за него будет как правило более низкий балл но если бы сдали егэ в десятом классе у вас уже есть там 90 80 100 баллов по географии то у вас будет больше фокуса на оставшиеся три предмета чтобы их тоже сдать хорошо то есть вы сможете сосредоточиться на изучении других предметов которые требуются плюс вы сможете например больше внимания уделять подготовкам к олимпиадам и дополнительным вступительным испытанием например на геофак мгу или вам гима и это позволит вам заработать дополнительные баллы увеличит вероятность стать студентом престижного учебного заведения плюс получение первого опыта сдачи экзаменов который может пригодиться через год то есть это тоже на самом деле очень важно потому что часто на первом экзамене первый экзамен в одиннадцатом классе география это очень большой стресс очень многие переживают из-за волнения теряют баллы вы уже получите этот опыт сдачи и вам будет намного легче на самом деле эмоционально в одиннадцатом классе и здесь еще очень важно что если вы получите низкий балл или не одовлетворительную оценку то вы сможете пересдать экзамен после 11 класса точно так же как и все вы не сможете пересдать этот экзамен в десятом классе но вы сможете пересдать его в одиннадцатом классе вместе со всеми то есть по сути дела вы ничего не теряете а скорее даже приобретаете при успешной сдачи экзамена в десятом классе у меня каждый год есть ребята которые занимаются на моем годовом курсе именно в десятом классе и в том году у меня была десятиклассница лера которая сдала егэ на на 100 баллов в этом году у меня есть выпускник который сдал егэ на 100 баллов часть в десятом классе кто-то занимается два года и в десятом и в одиннадцатом классе поэтому я приглашаю вас и на свои курсы которые полностью адаптированы к сдаче егэ по географии в десятом и в 11 классе. Всем большое спасибо, ребята. С вами была Алина и онлайн школа Умскул. До встречи на занятиях. Всем пока-пока.